Сотрудники следственного комитета направили в суд уголовное дело в отношении двоих рыбопереработчиков, которые 1 октября 2016 года в Ульшском районе ограбили и убили хабаровчанина, ежегодно отдыхавшего в санатории Анинские воды. Это кадры следственных действий с первым задержанным. 27-летний мужчина рассказывает, что они увидели жертву на дороге, когда ехали мимо лечебницы на служебной машине. Внимание подельников привлек дорогой фотоаппарат, с которым 51-летний инвалид гулял по окрестностям. Вокруг никого не было, сообщники напали на мужчину. С коленой было дело, по ногам ему так же бил. Все, потом он уже присел на колене. Когда он наносил удары, вы его наносили? Нет, я не бросил, я стоял здесь. У него здесь фотоаппарат висел, пытался у него снять на серёвочке фотоаппарат. Более активную роль в преступлении сыграл второй фигурант дела. Избив жертву, он ещё и ударил потерпевшего увесистым камнем, пытаясь проломить череп. Бросив раненого, нападавшие уехали, но почти сразу вернулись. Из жадности. В портмоне, отобранном у мужчины, подельники нашли банковские карты. Злоумышленники посадили раненого мужчину в машину, отвезли в лесополосу, где, угрожая ножом, потребовали сообщить им интересующие цифры. Мужчина сообщил им пин-коды. После этого один из злоумышленников нанёс потерпевшему не менее 50 ударов ножом от полученных травм. Мужчина скончался. Злоумышленники вывезли тело в глухой район Тайги, где оставили. Резал жертву старший разбойник. Для младшего это было не меньшим шоком, чем для обречённого хабаровчанина. Тело жертвы сообщники бросили в Тайге. Оно не найдено до сих пор. Деньги со счетов погибшего подельники сняли. Им достались почти 150 тысяч рублей. Убивший человека 29-летний фигурант был задержан в Краснодаре. Там он пытался скрыться от шедших по следу оперативников. Оба обвиняются в разбойном нападении. Один ещё и в умышленном убийстве. В преступлениях признались оба. С места происшествия Мария Склярова по материалам Следственного комитета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова